Так, за несколько минут до начала фестиваля распевается с ударушком. Коллектив небольшой, всего 10 человек. Над таким составом они уже 7 лет разъезжают по селам с концертами. Сегодня подготовлена орловского композитора Евгения Деребенко, «Золотая Россия», мы открываем этой песенкой. Потом шуточные песни, шуточные частушки. Сам Евгений Савушкин 55 лет на сцене. Ему подвластны и гармошки, и баян, аккордеон, балалайка, фортепиано. И при том он самый молодой в коллективе. Остальным участникам за 70. Одна из вокалисток Таисия Пряжникова родилась в 41 году и активно выступает, хотя музыкой профессионально не занималась. Года какие-то, все равно хочется побыть в обществе. Дома уже какие-то дела, там не дела, все равно бросаю я и бегу в хор. Фестиваль объединил хоровые выступления и солистов, профессионалов и любителей. Почти каждый номер украшает живое сопровождение. Сегодня у нас «Красная заря» представит и оперное пение, то есть у нас музыканты есть классные, ветераны нас все зажигают. Первые два тура фестиваля прошли в Колпне и в Кромах, но все концерты пронизаны красной нитью патриотизма и годовщиной освобождения Орловщины. Каждый ветеран, каждый пенсионер будет награжден, их сегодня почти 100 человек, и каждый человек, каждый ветеран уедет с наградой, с грамотой. Четвертый этап конкурса пройдет уже в следующем году. Тогда свои таланты покажут еще три района, и потом, наконец, отгримит финал. Так что где живет самый творческий коллектив, мы узнаем в 2024 году. Екатерина Головина, Алья, Афонечкин, телеканал «Первый областной».